В Ромодановском районе сотрудники полиции задержали грабителя через несколько минут после совершения преступления. 23 июля 2019 года в поселке Ромоданово 26-летний местный житель около одного из домов по улице Вокзальная встретился с ранее знакомым односельчанином. Находясь в состоянии алкогольного опьянения во время общения, у него возник умысел похитить вещи приятеля с целью их дальнейшей перепродажи. Нанеся побои собеседнику, он забрал у него наручные часы и спортивную куртку, после чего попытался скрыться. Однако потерпевший не растерялся и незамедлительно обратился к ближайшему полицейскому патрулю. Сотрудники органов внутренних дел среагировали оперативно и задержали злоумышленника, который, заметив правоохранителей, пытался скрыться. В отделе полиции мужчина признался в совершении противоправного деяния. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Краснослободский мужчина предоставил жилье знакомым для потребления наркотиков. В ходе проведения осмотра квартиры полицейскими были изъяты предметы, которые использовались для употребления запрещенных веществ. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». 23 июля в Зубово-Полянском районе в 12 часов 40 минут водитель мотоцикла, не зарегистрированного в установленном порядке, столкнулся с десяткой. Мотоциклиста госпитализировали. В Инзарском районе в 2 часа дня водитель Лады Ларгус сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Ребенок был доставлен в больницу. В пятом часу вечера в Темниковском районе 18-летний водитель Киарио слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП он был госпитализирован. Уже в Саранске на улице Павлика Морозова. 20 часов 25 минут водитель Шкоды Фелиция. По предварительным данным при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и столкнулся с Ауди. Виновник ДТП с различными травмами был доставлен в больницу. 25 июля в Саранске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Его основная задача – профилактика ДТП с участием мототехники, а также пресечения нарушений со стороны водителей мототранспортных средств. Рейды пройдут во всех районах города. В Культурном центре управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 6 месяцев 2019 года. Были озвучены основные показатели. Ряду сотрудников были вручены очередные звания, а наиболее отличившимся – ведомственные награды. В исправительной колонии номер 1 УФСИН по Республике Мордовия открыт новый швейный участок. В специально выделенном помещении был произведен капитальный ремонт, закуплено новое оборудование – 45 швейных машин. Сейчас здесь работают 60 осужденных. Всего же, работой в две смены, участок может обеспечить 120 человек. ММО МВД России «Лямберский» по подозрению в краже разыскивается. Терехин Евгений Николаевич, 1983 года рождения, уроженец города Ульяновска. Приметы. Среднего телосложения, рост 170-180 см, глаза карие, волосы короткие и темные. Если вам что-либо известно о местонахождении Терехина, просим сообщить по телефону 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02. Субтитры создавал DimaTorzok